Динамо Динамо А вот что же еще интересного ждет горожан и гостей города? Уже завтра. Давайте посмотрим. Концерт колокольной музыки и два праздничных салюта ожидают в Алакжан и гостей города в эту субботу. Подарком станет и выступление сразу двух столичных музыкальных команд. Первая – это группа «Белый день». Она немножко фольклорная, традиционная, с приятными народными композициями. И вторая группа – «Инь-Янь». Ну, в общем-то, тоже, наверное, все знаете, который у нас идет под кураторством, руководством Константина Меладзе. Вот к нам приедут ребята из этой группы, будут нас радовать своим исполнительским выступлением. Впервые в Вологде пройдет фестиваль регионального народного творчества «Хоровод Севера». 300 человек из разных уголков Вологодчины замкнут круг и отправятся на Кремлевскую площадь. В эту же субботу состоится фестиваль рыбацкой кухни. А чтобы настроение у всех было исключительно праздничное, в городской администрации приняли решение. В свободной продаже должны быть мороженое, квас, вода и соки. А вот алкоголь, что называется, на вынос кафе и магазины попросили не продавать. То есть у себя внутри помещения, пожалуйста, на вынос. Тем более, если в стеклянной таре, то по требованию сотрудников УВД мы направили все обращения. То есть пиво на улицу не будет выноситься. И все магазины, предприятия, торговли, которые будут работать в зоне, тоже им направлены письма с просьбой в этот день уменьшить реализацию алкоголя продукции. Впрочем, и без алкоголя праздник должен получиться веселым. На площади революции днем в деревянных домиках организуют чайное торжество. Возле городского рынка развернется площадка настоящей Вологодской продукты, а на Кремлевской площади пройдет льняная ярмарка. Мероприятия, посвященные дню рождения города, запланированы во всех спортивных сооружениях. И в Ледовом дворце, и в бассейне «Динамо», и в спортивном комплексе «Юбилейный». Состязания пройдут в субботу и на реке Вологде. Байдарки, лодки различной категории. То есть мы сейчас ведем активную работу, призывая всех участников, любителей этих видов спорта. А вот на площади революции ждут всех, кто любит танцевать. С 8 до 10 часов вечера 29 июня жителей и гостей города ждет танцевальная программа «Энергия лета» от ведущих «Седьмого канала» и «Радио Трансмит». Более подробно обо всех событиях главного городского праздника можно узнать на официальном сайте администрации города. Искать объездные пути придется Волокжанам в день города. Движение транспорта в центральной части областной столицы будет ограничено с 9 утра и до часу ночи. Причем въезжать в центр запретят и велосипедистам. Для этого вида транспорта будут организованы специальные велопарковки. Всего 13 штук. Ну а где можно будет оставить свой велосипед, смотрите в следующем материале. Во время праздника велосипедистам запретят въезжать на Кремлевскую площадь и площадь революции. Это мировынужденное, говорят городские власти. Как показывает опыт прошлых массовых мероприятий, велосипедисты не соблюдают правила дорожного движения и могут стать причиной несчастных случаев. Оставить свой транспорт можно будет на велопарковках, которые уже установили в разных частях города. Также для удобства будут организованы еще три дополнительных места для парковки велосипедов. Они появятся в районе перекрестка проспекта Победы и улицы Батюшкова, рядом с кафе на улице Сергея Орлова. И еще одна парковка для велосипедов расположится возле областной библиотеки имени Бабушкина. Всего планируется поставить 13 велопарковок. Места для парковки велотранспорта обозначат специальными знаками, чтобы привлечь внимание Волокжан. А сами велопарковки будут находиться под присмотром сотрудников полиции. Долгожданное возвращение. Бассейн «Динамо» вновь открыл свои двери. Такой подарок Волокжанам в дню рождения города сделали местные власти. И накануне в отреставрированном здании, после долгого перерыва, состоялся первый заплыв спортсменов. А вот когда опробовать воду смогут и остальные волокжане, узнаем прямо сейчас. Отчет времени на табло пошел. И можно сказать, у спорткомплекса «Динамо» началась новая жизнь. На открытии обновленного бассейна собрались десятки человек. Представители общественности, первые лица города и области. А юные пловцы и мастера спорта со всего региона специально приехали сегодня в Вологду, чтобы первыми опробовать воду в новой чаше бассейна. Здесь есть глубокая часть бассейна, что позволяет разнообразить свою домировку. Но вода значительно чище стала здесь. В Орке чувствуется, что ее даже практически нет. Теперь это огромный бассейн, выложенный голубым кафелем, современной системой очистки воды, вентиляции и гидроизоляции. Помимо того, в здании обновили фасад и утеплили стены. Это здание бассейна «Динамо» появилось в Вологде еще в 1968 году. И с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В октябре прошлого года бассейн признали непригодным для плавания. Сотни беспокойных в Вологжан обратились за помощью к губернатору области, главе города. Вопрос по сохранению бассейна власти взяли под личный контроль. Как только удалось договориться о передаче здания в муниципальную собственность, в спортобъекте начались ремонтные работы. В результате на них из городского бюджета было выделено 47 миллионов рублей. То, что я видел сейчас, меня просто поразило. От кровли до инженерных коммуникаций практически все было вынесено, и занесено новое высокотехнологичное оборудование, современный стандарт с соответствующим современным СНИПом. Поэтому я благодарен, Евгений Бельщевам, и от Вологжан, и от себя лично. Я считаю, что наши совместные усилия принесли, дали максимальный эффект. Это еще один из объектов, который реально украсит город. Он не только функционален, но он и красив на самом-то деле. Конечно, мы этим гордимся. Это нам удалось. Причем в кратчайшие сроки строители не подвели, очень ответственно подошли. Теперь в отреставрированном спорткомплексе могут заниматься до тысячи человек в день. А новые условия помогут вырастить новых спортсменов-плавцов, уверены городские власти. Уже с 1 сентября в «Динамо» начнутся занятия первого в городе детского отделения плавания. Отделение плавания у нас войдет в порядке 100 человек. То есть эта занятость бассейна будет в основном из учебных групп детской спортивной школы. Ну а главным новшеством в этом спорткомплексе можно назвать малую чашу бассейна, где теперь могут заниматься дети от 3 лет и люди с ограниченными возможностями. Это жизненно важный момент. Я считаю, что каждый человек, рожденный на этом свете, он обязательно должен уметь плавать. И решать эту задачу теперь будет гораздо проще. Спорткомплекс будет работать почти круглые сутки с 5 утра и до 11 вечера. Точный график сейчас оставляется. Еще одно открытие минувшей недели. Долгожданное событие для родителей и их малышей. Детский сад «Ленок» на улице Придильщиков готов принимать маленьких посетителей. В новом дошкольном учреждении смогут заниматься более 300 малышей. О подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Белоснежные голуби взметнули вверх и ознаменовали открытие нового детского сада на улице Придильщиков. Своей радости родители и малыши не скрывают. Этого события они ждали давно. Мы очень долго ждали место в детский сад. Вот наконец-то мы его получили. Здесь очень, как сказать, замечательные воспитатели, хорошие педагоги. Вообще сам детский сад очень современный, уютный, красивый. Насколько современным и, главное, комфортным для малышей получился детский сад, проверил и глава города Евгений Шулепов. Именно он выступил за то, чтобы использовать бывшее здание дошкольного учреждения по прямому назначению. Ленок стал шестым детским садом, который открыли в Вологде за последние пять лет. Его начали ремонтировать в январе, и буквально за полгода подрядчики полностью реконструировали здание. В нем поменяли всю сантехнику, электрооборудование, систему отопления. Все преобразования соответствуют требованиям. Цена вопроса около 50 миллионов рублей. Зато теперь руководство сада гордится современными прачечной, пищевым блоком, актовым залом и, конечно, уютными группами. Детский сад рассчитан на 320 мест. И дети уже начали посещать детский сад, уже две недели деток мы принимаем. У нас будут детки с полутора до двух лет, и с двух до трех лет весь детский сад. Все 12 групп. В этом году должно быть создано тысяча новых мест в детских садах. Такую задачу поставил глава города, чтобы каждый двухлетний ребенок смог попасть в заветные списки детсадовцев. В этом году мы еще запускаем детский садик в поселке в селе Молочное. Там тоже где-то около сотни мест. Остальное за счет расширения групп в существующих детских садах. Таким образом, до 2012 года создано было 3000 новых мест, и в этом году еще плюсуем тысячу. Таким образом, по существу мы решаем проблему детских садов, и даже нам удается создать маленький резерв для особо нуждающихся. У нас есть еще несколько ясеных групп. В течение ближайших лет городские власти планируют построить еще четыре новых детских сада. Первый возведут на улице Северной. Работы там начнутся также в этом году. А сейчас вновь заметки на полях нашего дневника. События, о которых мы расскажем ровно за одну минуту. Самых активных участников общегородского субботника наградил глава города. Победители определяли по трем номинациям. Самый активный ТОС, самый маленький участник субботника, а также самое лучшее освещением СМИ. Так, лучшей среди юных участников субботника стала трехлетняя Анна Гринчук. За трудолюбие юная волокжанка получила велосипед. Добавим, на уборку областного центра вышли более 20 тысяч жителей города. Их усилиями было вывезено более тысячи тонн мусора. Под мелодией молодости пожилых волокжан приглашают на танцплощадку, которая работает возле центра забота. Ее открыли по инициативе главы города Евгения Шулепова. И теперь музыкальные вечера для вологодских пенсионеров проходят каждую третью пятницу месяца. В 17 часов возле центра забота могут собраться все желающие. А лучший танцор получит приз. Кованые голуби вновь появились на скамье возле памятника Пушкина. Такой необычный подарок к дню города подготовили в одной из кузнечных мастерских Вологды. В этой композиции голубь прикрывает крылом свою голубку. Птицы вырезали по фотографиям. Пару лет назад похожие кованые фигуры украли неизвестные. Мастера надеются, что в этот раз они никому не помешают. А на этом у меня все. Я желаю вам удачных выходных. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!